МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему мы с тобой никогда не поговорим? Живем, как в ухе. Да за 30 лет вроде. Все переговорили. В 2008 году мне посоветовал мой товарищ, актер Михаил Багдасаров, прочитать одну повесть. Тогда я искал материал для дебюта. Я прочел, и этим же вечером я позвонил своему товарищу, сказал, что вот это надо делать, продюсеру. И мы буквально через несколько дней встретились с вдовой. Вдова сказала, что напишите сценарий. Я посмотрю, потому что права хотят многие получить. Через полгода я написал первый драфт. Она внимательно очень прочитала, задала мне несколько вопросов и согласилась вступить нам права. Александр Тендряков, он настолько кинематографичен. Читаешь и видишь. То есть такое ощущение, что литературный сценарий. Все в действии, все очень конкретно, все вызывает яркие такие образы. Поэтому работать с ним – одно удовольствие. Единственная проблема технически оказалась очень сложной. ибо время года, которое происходит, это еще вода, но уже снег. Я такого очень давно не видел. Нам пришлось ловить это бесконечно. Мы решили сначала снять снег отдельно. Всю историю потом ждать целых полгода для того, чтобы поймать воду и первый снег. И не поймали в России. Нам пришлось уехать в Финляндию, причем на ту же широту, это парадокс. И там мы это поймали. Снег, первый самый-самый лед, а открытая вода. Самое главное обстоятельство в повести, которое сделали ее драматичной для главного героя. Я зла себе не хочу. Конечно, главный герой – это Трофима Русанов. Смысл повести – это смысл его превращения, его находки. И даже разрабатывая другие образы, постоянно его через них вскрывать. 29 градусов мороза – это была средняя, нормальная температура съемочного дня. И сцены в лесу были, конечно, очень холодными. Прибавьте к этому, потому что главный герой, Алексей Геннадьевич Гуськов, он пришел буквально на съемочную площадку меньше, чем через месяц после очень серьезной операции. У него была травма на ногах. И представляете себе, он после этого в сугроб по пояс. Ему вообще там пришлось много чего испытать. Зрители, которые посмотрят картину, могу сразу предупредить, все делал он сам. Он был сам очень заражен повестью, поэтому мне не приходилось его уговаривать во все эти лишения, какие-то там физические сложности от ледяной воды, снега и падений. Чего там только не было. Для меня кино начинается с того момента, когда я за кого-то начинаю переживать. Понимаете, бессмысленно становится все, если никого не жалко. А так я очень благодарный зритель. Меня можно поймать за руб за 20, неважно какое кино. Если я вижу человека или персонажа, за которого мне интересно смотреть, за которого интересно переживать, мне все равно, что это за жанр, кто это снял. Я буду смотреть всегда с удовольствием. Поэтому для меня настоящее кино – это то кино, которое вызывает сопереживание. Ребеночка родить надо. И ни одного на ноги их поднять надо. Вот и, может, будет тебе тогда. Прощение. 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 Продолжение следует...